Понятно. Давайте дальше идем. Еще немножко, еще чуть-чуть. Эх, добрый, задает вопрос Грудинину. Пенсионный возраст будем повышать? Ну, видимо, имеется в виду, что сейчас в финансовом блоке много муссируется тема о том, что пенсионный возраст надо повышать, уж больно они долго живут. Сразу скажу, нет, никакого возраста, то есть миссионного возраста повышаться не должно, потому что возраст дожития такой, что мужчины некоторые вообще не могут дожить до пенсии. Если еще повысить, то это будет вообще нонс. Но может это вся хитрость, что когда пенсию, которую с них собирали, пенсионные отчисления, не надо никому платить, просто взяли деньги и все? Вообще в стране какая-то странная ситуация. Во-первых, пенсионеры все время обманывают. Помните про накопительную часть пенсии, которую постоянно почему-то забирают. Люди, которые, например, перечисляли пенсионный фонд, но потом не дожили до пенсии, их родственники ничего не получают, хотя деньги лежат, это же накопление. Поэтому, конечно, закон о пенсионном обеспечении должен быть изменен, но никаких предпосылок для того, чтобы в нашей стране, пока не поднимем существенно возраст ухода в другой мир, а это нужно поменять ситуацию здравоохранения, пока никаких оснований для того, чтобы повышать пенсионный возраст, на мой взгляд, нет. Можно добавлять, очень важный, чтобы не обвиняли в популизме, типа откуда вы возьмете, работников становится все меньше. Они все время загоняют нас в ловушку, типа только отчисления от зарплат и якобы только от них пенсии. Вот это и есть главная ложь. Мы и вы не гастарбайтеры. Мы наследники всего, что есть в стране, и пенсии должны идти из единого бюджета, а не из специально пенсионного фонда, как процент от всего совокупного в ВВП страны. А уж как в ВВП стране, проблемы нет. Главное его наращивать и правильно затем перераспределить. Я хочу даже привести пример. Сегодня, по неофициальным данным, за границей вывезено 1 триллион 100 миллиардов долларов. Это 4 бюджета страны. А мы говорим, у нас денег нет, но это вывезены наши деньги, по сути дела. Получается, что мы говорим, что у нас нет, прощая, кстати, долги с зарубежным странам по сотням миллиардов, мы говорим, а на пенсию у нас нет денег. Нужно систему менять, систему, вообще, подход. И не сменив систему, мы ничего не достигнем.